Лёд на оке во время весеннего паводка становится рыхлым, съедается сверху солнцем талой водой, а снизу подтачивается течением. В любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. Среди муромских рыбаков наиболее популярным местом является так называемый затон Войковские ямы. Вступить на подмытые берега сейчас – затея не из лучших. Сотрудники ГИМС, поисково-спасательный отряд ГОИЧС округа Муром и полицейские сегодня патрулируют и этот участок. Также в составе рейда специалисты городской администрации. Нарушителям грозят денежные штрафы. Муниципальная инспекция администрации округа Муром совместно с поисково-спасательным отрядом ГОИЧС проводится ежедневное патрулирование водных объектов на территорию округа Муром. Выявляются нарушители, нарушители привлекаются к административной ответственности. С начала 2023 года в отношении семьи граждан составлены протоколы за выход на лёд в запрещенных местах. Областным законодательством установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 800 до 4000 рублей. Ежедневные рейды дают свои плоды. Рыбаков на затоне становится меньше. Сегодня провели рейд совместно с инспекторами ГОИЧС округа Муром. В результате рейда правонарушений выявлено не было. Все правонарушители удалились с реки, то есть проведенным ранее мероприятием. Результаты были положительными. Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. На это обращают отдельное внимание сотрудники МЧС. Органами местного самоуправления в особо опасных местах установлены запрещающие знаки. Нарушение требований этих знаков влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 4000 рублей. Но вы прекрасно знаете, что никакие штрафы не могут быть ценнее нашей человеческой жизни. Обращаю внимание особо родителей, не подпускайте близко детей к реке. Граждане, не выходите на лёд и близко к берегу. При происшествиях на воде звоните по телефону 112-222-83-221-13. Бывалые рыбаки говорят, что толщина льда на Затоне сейчас порядка 40 сантиметров и уверены в его прочности. Однако стоит помнить, что ледяная поверхность обманчива. Рыболовам не стоит рисковать понапрасну. Ведь безопаснее для жизни и здоровья, и к тому же спокойнее для кошелька дождаться сезона открытой воды, который начнётся совсем скоро. Вадим Уколов, Илья Облётов. Наши новости.